Музыка Я памятую, был такой вариант. Мы пришли на день на рожжение до моего сябры, с моего класса. И там были две девчонки, которые мне очень не сподобались. Обе? Обезли, но одна боль не сподобалась. И вот мне их так отрывалось, что весь вечер мы сидели и слушали музыку. Сябра сидел до меня с дымой, у него аж кипели в уши червоные, для навести. Там включала ручная музыка, а с тыл на ложку мы сядли за этой девчонкой. Итак, отдымайтесь. Добрый день. Добрый день. Питл, я знаю, что ты очень хорошо разговариваешь по-белорусску, а я разговариваю не вельми добро. И для того, чтобы не глумиться над матчиной мовой, разреши мне говорить по-русски, да, а я буду слушать, как хорошо разговаривать по-белорусску. Для меня такой проблемы не яснуе, потому что, ну, у меня есть две мовы. И российская мова так само родная. Это вельми добрая. Не третья, а она родная. Это вельми добрая. Я думаю, что у нас получится. Главное, чтобы был разговор, а нам есть о чем поговорить. Скажи, пожалуйста, вот кем ты считаешь в последнее время, да, последний отрезок времени твоего, кем ты себя считаешь гитаристом, бардом, автором-исполнителем? Кто ты, Пит Павел Сиболя? Ну, я спробую притремливаться такого окресления, музыка. То есть, такого максимально... По большому счету художник вообще. Ну, так, але я спробую все-таки вот звести все это до одного слова. Музыка. Музыка. Ну, ты себя считаешь бардом? Автором-исполнителем? В полной ступени. Вот зараз, на мой погляд, есть бард как вызвание. Ну, например, Высоцкий, как у Джава. Это вот барды бардовичи. А есть бард как формат музычный. Вот в некоторые моменты я отповедаю к этому формату. Потому что головное мое вызвание – это рок-музыка. Это гучный рев гитары электричный, довольно мощно посиленный вокал, взмацненный бас, бубны – вот этот формат. Але я вельми люблю формат барда, вельми люблю. И песни пишутся минавито в этом формате. Замечательно. Пит, давай тогда сразу перейдем к песне, чтобы долго не раз... Вот какая песня сейчас лежит у тебя на душе? Что бы ты хотел? С чего начать? Ну, я почну со своей самой первой песней. Песней, которую ты сам написал? Первый раз написал песню. И автор стихов и музыки. Своей жонки, так. Так а сколько жонки было? Сколько это годов было? Ну, я был молодейший. Наш мат. Наш мат молодец. Хорошо, молодец. Давай, интересно очень, какая песня была так давно написана. Так, в тене, это пытание нас с тобой не отменеет. Танцы тут, живу надеяй, спадяюся на суд. Так, каханая, сценарь недосконалый. Так, каханая, написанный не на нас. Так, каханая, а ли роли уже заграна. А пошни дубли, а пошни раз. Разом тене, натурально разом, Срухнела, а ли. Правда, о вине, на самом дне. А ли она жаль, это не отличится мне. Так, каханая, сценарь недосконалый. Так, каханая, написанный не на нас. Так, каханая, а ли роли уже заграна. А пошни дубли. Иханая, на родиле синим той краи, Не а у той земли, не а у той сямьи. Не улябшие часы, не того стагося, Не на тим континенте, не у тыма сяроцит. Не той садок, не тая школа, Не той институт, не той факультет. Не ты, сябры, не наша гакола, не той народ, не той менталитет Так, каханая, сценарь недосконалый Так, каханая, ён написаный не на нас Так, каханая, а ле раў ўжо заграна А пошни дубали А пошни раз Цудовна, а скажи, пожалуйста, вот ты уже тогда, когда сочинил эту песню, ты так хорошо играл на гитаре уже? Дякую за комплимент Я думаю, что коли я был молодей на 20 лет, я леп ехран на гитаре, чем зараз Спадзяюся так, тому что тады было, мене гэта больше цікавило Больше энергия было менавито займацца гитарой Гитарой, так Я ранее тады сабе ўспрымав в этом свете больше як гитарист Мене не цікавило тады писаць песни, рабіць аранжыровки Я не думал пра стварэння гурту, пра абмен энергиями, пра большэстотное для мене стало гарэчы Я тады цікавялся менавіто гитарой Шмат займаўся граў сола, выдумлял падыходы нейкі, шукал аконды Ну ты вырас, я понимаю, ну ты вырас такого гитариста, ты считаешься одним із лучших гитаристов Беларусі Не ведаю, мне здаецца гэта, людзі просто любят расставляць гэты грдачы, значыкі, да, лепшы Кап ём самім было изразумела Можа так сказаць, што я адзін самых зауважных гитаристов Беларусі Первая песня, каторая ты запомнил, пасвячена жене А вот какая следующая песня, каторая діствітльна такая для тебя значимая? Ну я хацел бы раскрыць тады яшчэ адзін бок просто Адзін со сваих творчай методы Я, каб наладзіць свой внутрэнный камертон беларускій Каб вось эту свою беларускасць выравнаць Аднекуль я я черпаць Я я черпаю там не слухаючы, напрыклад, рэд ход челі пеперс Ці дзі папал Там беларускасці не шмат Вось, я слухаю беларускую народную музыку, этничную Вось, і адзін з моих метадав гэта выкананне І слуханне, як бабкі співаюць, як дзеткі співаюць Як граць в фольклорныя коліктывы І ў мене ёсць нейка колькаць аранжіровок Такіх... Такой музыкі І вот зараз одну з таких пісін я вам пахажу Іна доволі вядомая Гэта не тая пісня, якую выканую толькі я Але у мене ёсць своя аранжіровка Гэта не тая пісня Гэта не тая пісня не тая пісня Одна была зя зюлечка Одна была шерая Одна была шерая И тую орлы забрали Орл саде на перье Сакол саде на мясо Гэта не тая пісня ДАЯ М� Гэта не тая пісня Гэта не тая пісне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И ту сваты повяли Сваты сабе нагульни Янка сабе зажану Добро! Спасибо! А скажи, пожалуйста, какие сейчас у тебя проекты, какие у тебя, что ты реализуешь немного себе? Чем ты сейчас занимаешься? Ну, зараз я реализую развитие своего головного бренда своего життя в Тайнерэм Так сталося, что этот гурт становился настолько популярным, что больше он не належит только мне и моим коллегам И он уже належит, в принципе, ну, все Икраине Извини, а организовывал, был ты один из тех, кто, да, был в начале? Я был на самом початку Так И он был створен, в этом году будет 20 год Ух ты! Гурта Чему он не належит уже нам? Тому, что вот зараз был чемпионат света по хоккей Так И вот я ходил там в фан-зоне И там стихийно Проходит 10 хвилин, 15 хвилин И люди начинают спевать Эй, ла-ла-ла-лай Ты не чакай Сюрпрыза у меня будет И они начинают спевать припев трех черапахов И гэта отбывалась настолько часто Что я был навод сам сдимленный Но еще одно, что я пачу Як фэны батэ В Италии спевают трех черапахов На стадионе Их было не шмат Але гэта была песня Якая дозволила им Нечто заспевать И я зразумел, что больше этой песни не належит нам И они все ж таки уже пошли далей Мы мусим Мы мусим их заховывать Так это замечательно, что они идут на роту Ради этого же делается все Не навито Не только ради этого Потому что что в стол писателей А тем более, ладно, писать тексты Писателям Ну я тоже, дай бог, чтобы все это вошло Но когда песни, которые надо, чтобы их кто-то пел Кто-то повторял это все Чтобы это вошло Это замечательно На мой погляд, вот этот жанр Эстрадная песня И наводбардовская песня Яна и снуе Только момент выкананья Те момент, когда люди слухают Те порадуют И с пластинки Зараз это жанр отмирая Механичные носники Все из интернета берется И вот тут Ну есть такие выбитные особые Там Битлз, Роллинг Стоунс Высоцкий, Акуджава Есть люди, которые застались Пережила песня их самих Хотя ты знаешь Я не знаю, согласишься ты или нет С этим, что Булата Куджава сказал Что авторская, бардовская песня Она доживает свой век И будущего нет Как ты считаешь? Ну Он, наверное, чуть-чуть Я думаю, что ян не лукавил Я думаю, что ян не лукавил Просто на ягу вачох Атбылось некальки зменов И он, худшей за все Не мог сабе уявить Накольки моцный гэтый пасыл От вот этих 60-х Накольки он моцный для нас Тому, что вся логика свечила Про то, что все пойдет развиваться далей И их смыя новая хваля Большь талиновитая Большь разумная Большь сталая Адзивным чином То, что пришло пасля Ну, в 70-е еще классная музыка А в 80-х, на мой погляд Была музыка кепская Ну, можно Почему? Ну, там пачалася Миновита плыня Развиття Механичных умений Вот таких Заявились Вельми шмат Техничных гитаристов Яки пачали пиловать Уже песня роковая Без соло 30-секундная Техничная Она не исновала Я просто Чему про это кажу Потому что я сам был Ахвярая Миновитых этой тенденции Я так захапився Возь гэтым Ведовищем Гитариста Яки пилуя на гитары Да Што присвятив этому Вяликий кавалок Своего життя Але гэта Но не зря Я скажу тебе Гэта дякую Але гэта Рэч Яна Крышечку Оттиснула сэнсу В сторону отводит Возь И новым героям Яки Звернул увагу людей Изнову на песню У свете был Курт Кобэйн Яки написал Вельми простых песен Вот просто Вельми простых Навод можно казать Примитивных А в России Аналог был Такий Виктор Цой Калі люди І знову Звернул увагу На песню Якая не была Схаванная Паз гэтымі Технічнімі Аранжировками Вакалізами Ось гэтай Як я зараз Разумею Рэчами Незаусюды Звязанными Ну, это был Дань моды Но хорошо, что Осталась душа Осталась истина В бардовской песне У нас есть такой момент Когда мы читаем Мнение интернета И потом мы обсудим Сейчас я зачитаю Моё определение Сложилось, что Бардовская песня Пишется на стихи Рассказывающие Конкретную историю И создающие Визуальную картинку Перед глазами слушателей Считается, что Приоритет Отдается стихам Но я считаю Должна достигаться Гармония между музыкой И словами Как твое мнение? Ну Я лечу Что Без музыки Гэты Гэты Вершы Часами Не мают Вартости Паспробую Пояснить Ёсь Вельми Шмат Классных Вершов Каля люди Прабуть Затых Вершов Зрабить Песни Звучайно Атримовывается Доволе Кевска Тому Што Гэты Вершы Самодастатковые Да А песня Часами Можа Меть Доволе Примитивный Припев Некий Гачек Такий Ад Пауторыня Мотивчик Альбо Напрыклад Гульню Слово Некую Гульню Слово Заякую Вухой Зачепицы Ци Просто Вось Папевку Ла-ла-ла-лай Як У нас Было Написано Заякую Чапляец Вуха И Дадаем Акшымась Пропеть Гармония Музыка Необаяцкого Мусить Быть Вельми Уж Такой Складанной И она Можа Быть В поп Песне Досыть Простой Головная Была Гармония Текстом И музыкой Абагаскова Пит Если ты сейчас Что у тебя Под твой разговор О том ты сейчас говоришь Какую бы песню Хотелось Именно Подтверждение Можно не в подтверждение А то что хотелось бы Тебе сейчас спеть Вот я попробую спеть Песню с нового альбома НРМ Мроя моя Давай Коли стены стискают С пустым покоем И телеэкран Парализует волю За горами За ушей За синим полем Я примрою Собе Краину Мрою Ностальгия И паранойя Я себе Собой Парал Но Мроя моя Тихо-то ты Здесь Не на я Аху Мроя моя Тихо-то ты Колесетку дожжу Разорве Маланка И светло Лихтара Просферанку Там на черной шаши Ни чага на фары Там сябры Там сям я Там моей гитары Ностальгия И паранойя Я тебе С тобой Паранойю Мроя моя Тихо-то ты Здесь Не на я Аху Мроя моя Тихо-то ты Здесь Не на я Стены Стены Стискают Пустым Пакою А лишь Я Примрою Украину Мрою Ностальгия Ты Паранойя Я Тебе С тобой Паранойю Ностальгия Паранойя Аху Мроя моя Тихо-то ты Здесь Не на я Аху Мроя Моя Тихо-то ты Здесь Не на я Дякую Добро Вельми Добро А скажи, пожалуйста, вот гармония, ты говоришь, должна быть стихия, музыка, да? А в жизни как ты достигаешь гармонии? Что тебе помогает? Чем ты живешь? Нет Была такая песня В жизни как обычно нет гармонии В музыке только гармония есть Слушай музыку Это ты Ты сейчас мне ответ такой Слушай музыку Давай вернемся Вот у нас интернет Потому что Цитаты из интернета Надо-то как-то с ними Пообсуждать, поразговаривать Для меня авторская песня Началась с пионерских лагерей Это было то, что пели наши пионервожаты Иногда Но для меня Маленького Это было как чудо Ведущее в другой мир Преемственность поколений Вот что важно для развития авторской песни Как ты считаешь Будущее есть Белорусской авторской, бардерской песни Есть, вот ты чувствуешь Что преемственность поколений Что кто-то идет за тобой Достойно идут Потому что очень много же споров Ну, я предмета для спрейчек не бачу Предмета нема Нема Пакуль Вот гитара есть Из этой инструменты Он позволяет сесть человеку Худко научиться грать Ну, не три аккорда, как у нас приняты Все ж таки их треба там ведать Ну, пять, шесть Сем И выказаться в этом жанре И пакуль будет ясновать гэтая махчимость Будет ясновать авторская песня Мало того, интернет зараз дозволяя Просто сёня зранку встать Написал песню Не надо длинных путей Да, одразу выкластье в интернет И калі дозволяе Таллент Калі ты подключены настолькі до своей аудитории На упрост, што я націкавіцца табой Дозволяе сабрать миллион лайков Винават зарабіць гэтага І бож нічого не треба робіць Я думаю, що щас пітаць тіга Требуєцца пісня Я зараз вам пакажу пісні До фільма Я зараз пішу сценар до фільма Ёсь така асоба Сяргей Пясецкий Паводля я гона лёса Я выросши сняць фільм І проілюстроваць якій музыкай І вось прагатую пісню зараз Яка я зараз прагатуючу А яна на беларускай мове Яна на беларускай мове Гэта пісня Стилизовано під пісні Гераічні пісні До фільма, які я в дзятінстві любил Свой середі чужих, чужой середі сваїх Хлеб золота на ган Вось гэта романтика Вось гэта романтика Вось вы мусіте пазнаць в этой пісне Ты вже заинтриговал так, що я не дождусь А зрители там вообще уже Грочи ми ночь, зброя у кишенях Нас гонять скують спобо два баки Для їх ми не люди, для їх ми мишени Так ми не люди, ми шері от тени Так ми не люди, ми ночи баки І тягнуть нас по свете Мельные, золодкіе слови В ушах свистає ветер Зброя золота к обеду І менся не чутно, як тени, як здани Небыто одно, да дно гоприкуты Семь зорок в небесах, всем набоел На гане, а пошни на бой Собе покидаем Не варто кабачили наши пакуты І тягнуть нас по свете Мельные, золодкіе слови В ушах свистає ветер Зброя золота к обеду А гроши в это просто смете Зброя золота к обеду Здорово, Пит, очень здорово І це буде кіно, да? Ну, навіть скажу, що ми вже почали його здимати А дзе ви здимаєте? Здимаємо ми? Ну тут приємність цього кіно Що це мусить бути Доволі дорогий проект Виглядає По пісні я тебе скажу, що дуже дорогий І ано мусить виглядаць, як тієї фільми Советські Але таде натура існовала існові А як там є зброя золота к обеду Зброя золота к обеду Ну слово к обеду Оно не вельми розповсюджене на Беларусі Просто, але ты не менш, все разумеют Ну, конечно Что такие к обеду К обеду, оно, мне кажется, такое интернаціонально Понятно для всех Так, розуміло И просто оно тут Точное Оно тут докладно Потребно Потребно, да, очень-очень так Ну, познали, напевно, по пісні Познали, меновіто, що я хотів Да Який сон складався Щиро вам скажу От собі таку пафосну І таку річ Я б не мог написати Вот от собі Занатая она про зброю Про стрелы Про... Ну, моє життє, оно все ж таки А в основному ты вот на какие теми пишеш песни? Ну, я пишу про... Про своє отшування гэта света Свет Давай вернемся к интернету, чтобы как-то так не обижать Мне всего 14 лет, это Никита Горских И я с особым трепетом отношусь к творчеству Юрия Висбора Это песни, которые должны жить Это песни, которые... ради которых стоит жить Вечная, неугасающе, главное Мы будем существовать в культурном обществе до тех пор, пока Будем помнить и понимать эти... это музыкальные направления Он имел в виду бардовское авторское направление Я думаю, тут, наверное, и поспорить нечем Ну да, я опошний человек, який будет за этим спрачать Одинная проблема, про яку мы уже казали Есть уже бренды бардовские Гэта Высоцкая, Куджава, Галич Висбор воходзець в этой акола Але все ж таки он уже на адлегласті Цень на яго наплывая все мацней и мацней Вось на тых светла все боле и болей И ад их тень падая Я лечу, что у Висбора песни не горшые были А романтичные песни, да ки шеи може и лепшые Але вось... ну вось несправедливость света гэта информацийного Что герою застояться менее и менее и менее И они отливаются в бронзе Пит, я думаю, что у нас очень хороший разговор настолько Но мне кажется, самое главное это песни И ты и так спел мало песен Поэтому давай, какую вот песню такую Опошнюю? Я не знаю, посмотрим, потому что мы разговаривали с тобой Понимаешь, а песнях забыли Вот какую, да Есть еще одна песня, которую я хотел показать Яна так сама, вось ту песню Песецка Зброй золота кабеты Это была песня героичная Ну, зразумел, что это героичная песня А есть еще для фильма потрэбен лейдматыв трагичный Трагичный и трагичный Потому что все сябры Сергея Песецкого Яны рано-ти поздно гинули И вось гэта трагичная лиричная песня И она была стилизована под безорусскую народную Навод, не буду укрывать Навод были взяты некоторые миллиоды Просто из народных песней Медиатор этот будет мешать тебе Буде, дякую Олес потрэбиться Шлях ляжет на переде На восход до солнца Битая дороженька Битая дороженька Топтанная стежечка Темракодрой по крыле Темракодрой по крыле Взоры шлях мой высветлять Взоры шлях мой высветлять Взоры доброведают Что мне наканавано Что мне наканавано Что поставил я на кон Что поставил я на кон Что чакает там мяне Что меня не чакает На ты баку Что меня не чакает На ты баку Что меня не чакает На ты баку Что меня не чакает На ты Кому делка ладная Кому делка ладная А мне куля трапная А я чакаханак А я чакаханак Вяликой медведице Пит Пит, очень приятно Действительно, мало времени У нас в программе Потому что жалко Такое хорошее собеседование У нас получил Беседа Самое главное, что по делу Ну, хотелось бы еще какую-нибудь Песню спеть Такую, во-первых, как душа Да, лежит Но какая-то более такая Вот ты энергично так По жизни идешь Песню по Жизнеутверждающую Скажем так Для заканчения программы У меня есть песня Давай Гэта песня Якая дала назву Альбому НРМ Цикава Яна мае назву Доволе дивную Четыре вялікіх літеры Д П Б Ч Дапабачэньо Так? Так О, большой Ну, цикава Привітанье Привітанье Дружа Як справы Кому служишь? А у нас Все по раннейшому Откладаются на поты Меты, мары, спадяванье Привітанье Привітанье Дапабачэнье У кожного Ёсць свое Призначэнне Дапабачэнье Светлое мроя Майго пакалэння Майго пакалэння Майго пакалэння Ты аж самая Пытанье Дапабачэнье 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 У кожного Ёсць свое Призначэнне Дапабачэнье Дапабачэнье Майго пакалэння Майго пакалэння Майго пакалэння Дапабачэнье Дапабачэнье Светлое Светлое мроя Майго пакалэння Дапабачэнье 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 Дорогие друзья Присылайте смс-сообщения Предлагайте нам Авторов Исполнителях Которых вы хотели увидеть В нашей программе Это была Программа Под их струн И я ее ведущий Анатолий Тлузкий Депобачэнг Депобачэнье Депобачэнье Вдогов